Здравствуйте, Татьяна! Ваш вопрос, насколько иконы могут влиять на человеческую судьбу, если к ним относиться небрежно, то могут приносить проклятие и так далее. Сначала я скажу точку зрения. Вообще все, что касается Писания, очень важно жить по Писанию, потому что что не поверит, то грех. Когда человек живет в страхе, он открывает дверь для этой проблемы. Это одна причина. Вторая причина, когда вы описываете человек, выкинул чью-то икону, которая ему не принадлежала, и проблема пришла в его жизнь. Дело в том, что мы не имеем права переступать границы других людей и делать это без разрешения вообще, не говоря даже вот там икона это будет или еще что-то. Поэтому здесь нарушение границ. И тогда, когда для человека это было святое, и он узнает, то в его сердце возмущение, в его сердце негодование, которое открывает дверь проклятием, отсюда пошли следующие последствия. Поэтому в данном случае я просто хочу сказать, чтобы мы не приписывали иконам то, что на самом деле делает Бог. И если вы поговорите действительно с православными верующими, которые понимают суть вещей, то ни один священник вам не скажет, что они молятся на иконы. Они говорят, мы молимся Богу, но иконы нам просто в помощь. Поэтому если мы обращаемся к Богу, мы от Бога и получаем ответы. Поэтому здесь не надо эти вещи смешивать. Небрежность или переступление границ, вот это нельзя нам делать, потому что каждый отвечает по мере своей веры, живет и отвечает за свои решения, а не навязывает решение другому. Потому что все, что связано с контролем и с насилием, Бога в этом нет. Второй момент, насколько правдой является то, что тело Марии тоже воскресло. Библия об этом не говорит ни слова, и я не могу разделять эту точку зрения, потому что есть предания старцев, которым уделяется очень большое внимание и вера в православной церкви, и поэтому они все эти предания берут за истину. Что касается меня лично, как человека, который является христианином с детства, и очень с большим почтением я отношусь к Божьему Слову, для меня это единственный источник, на который я могу смотреть и без опасения верить. Все остальное я это не могу разделять и не могу в это верить, если это не написано в Священном Писании. Поэтому предания могут говорить очень разные. Очень много есть разных неканонических или даже апокрифических Евангелий, которые не вошли в канон, и поэтому к ним такое же у меня отношение, как к преданию. Поэтому вам мудрости, вам благословение в понимании, что Божье Слово Бога вдохновенно, и поэтому, когда вы его читаете, вы имеете дело с автором этой книги. Поэтому спрашивайте у Бога, говорите, Господь, что ты думаешь об этом? Поэтому прочитайте Исаию, 44 главу, где идет речь как раз о том изображении, которое делали люди из дерева и ему поклонялись, как Бог к этому относится. Поэтому посмотрите, в Библии вы много чего найдете. Благословение вам, Татьяна, зрелости, мудрости и понимания границ, как своих, так и границ другого человека. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова